добрый день уважаемые коллеги друзья надеюсь меня хорошо слышно что вы отметьте ну у нас сегодня очередная тема разговор размышления по темам коммуникативной философии от гипертекста гипермедия затронем интернет книгу главное что мы сегодня обращаемся к этим размышлениям очень интересной ситуации после пандемии ну или во время как раз для темы медиа жизни медиа форма это очень интересное испытание которое мы с вами прошли мы еще будем с вами не раз благодарны за это испытание может быть и не в личном формате а вот именно испытание для всей нашей цивилизации для нашего образа жизни согласитесь что вот эта эпидемия была самой комфортной эпидемией представьте если бы что-то подобное было погромче или к микрофону поближе или в настройках погромче чуть-чуть поставить было нормально сейчас немножко слышно хорошо но тихо слышно хорошо на тех спросим услышали а вот чуть-чуть повысил уровень микрофона она отлично вот если бы это все было средние века или что-то там серьезным чумой связано то мы с вами выглядели бы совсем иначе в этот раз ну мы живем и дышим и даже вот общаемся и ведем обучение согласитесь что вот цифровые коммуникации которые мы обязаны вот этими нашими возможностями общения они действительно спасли мир в этой ситуации хотя в общем-то никто к этому не готовился и вот всерьез ситуация эпидемии то что мы с вами переходили на цифровые технологии заложены не были тем не менее все это случилось и вот такую сторону цифровые коммуникации проявили оказалось что они не просто удаленный они стерильные и вот даже вот в таком медицинском смысле они оказались совершенно безопасными и очень удобными дело в том что вот наша обычная бытовое живое общение она слишком материально трепетно ситуативно она вот полностью разделяет наш с вами ситуации болезни и здоровье а главное она привязана к месту и времени если что случается то выпадает это коммуникации а вот цифровые коммуникации в этом плане оказались более стабильны не притязательно они не при оказались не привязаны к месту и времени и в этом-то их сила и они будут востребованы всегда когда потребуется превосходить расширять возможности времени пост пространства не обязательно в эпидемии но и в других каких-то ситуациях где это потребуется это их свойство будет проявляться эпидемии стихии болезни и вообще локальность ограничение места это все определяет то где мы не можем а вот они могут ну например в случае болезни если там учащийся пропускает по болезни или даже преподаватель что-то пропускает вот самое время включиться цифровым технологиям они могут такие вот вещи компенсировать и вот мы подходим к пониманию вот почему это случилось и как это у них получилось у цифровых коммуникаций подходим пониманию того что цифровое пространство находится в иной плоскости чем наша эмоциональная материальная жизнь она как бы не зависит от этого что происходит с нами вот эта вот плоскость она абстрактно отделена от нас по сути образует самостоятельную семисферу и вот собственно это свойство эту особенность мы не поставим сегодня во главу угла когда будем размышлять новых свойствах медиа среды я бы сказал что это своего рода астральное тело коммуникации которые мы не замечаем и мы думаем что все как прежде а на самом деле мы живем уже вот общаясь в этом ключе мы как бы переходим в это и народное тело а то что она и народная и совсем иное это мы теоретически уже можем осмыслить вообще основа цифровых коммуникаций движения наночастицы электронов и прочих то есть то что мы в жизни практически никогда не чувствуем кроме как когда нас ударит током форма существования этой среды тоже и на природный нашему миру это пространство высоких скоростей на уровне скорости свет то есть мы тоже абсолютно не способны воспринимать и понимать вообще о чем идет речь язык вот этой цивилизации и пространство программный код но его мы можем циферки то мы видим но понимать его тоже мы абсолютно не способны и таким образом вот это вот область которой коммуникация живет и происходит она действительно абстрактный я бы даже рискнул на слово трансцендентно она не просто виртуально где-то там витает да она трансцендентно в том смысле что она за пределами нас нашего сознания наших способностей вот нашего нашей телесности как таковой сущность вот этой реальности и пыталась быть описаны многократно философии там и фантастики ну и я бы сказал вот именно то о чем мы говорим никогда и не было описано это надо как-то по-особому почувствовать и вот здесь вот есть такое у нас сегодня модное понятие искусственный интеллект который витает время от времени все чаще и чаще мы о нем вспоминаем вот это некоторый предел воплощение этой вот цифровой реальность и я бы сказал что это не просто такое понятие уже техническое одно среди других а это понятие с особым придыханием это некая сублимация а перцепция недостижимости пределов то есть по сути дела это как некое божество вот в этом пространстве некий абсолютный предел совершенства которого можно достичь в цифровых коммуникаций и вот мы с этой реальностью практически не сталкивались раньше тысячелетиями и вот теперь мы начинаем в ней жить и вот эту реальность я и называю реальностью гипермедиа пару слов что такое медиа медиа это средство коммуникации то есть материала который опосредует коммуникацию здесь речь идет не о тех масс-медиа до которые у нас на слуху а именно а средство посредством которого вообще возможно общение коммуникации ну сразу скажу что основные медиа которые опосредует нашу коммуникацию всегда было это свет и воздух свет весь визуальный поток информации которые мы получаем воздух аудиальный поток информации а вот то что происходит сегодня это уже не через медиа света и воздуха это через медиа но грубо говоря коммуникация осуществляется по проводам и наш мозг и образ жизни постепенно адаптируется к этому этому материалу он очень иной а я особый немножко большего более глобального контекста вот эта эпоха мы часто называем четвертой индустриальной революции сравним ее с 3 3 индустриальная нам принесла моторы и электричество и конечно она принесла взрыв производительностью труда колоссального масштаба мы это тоже редко понимаем но даже если мы возьмем автомобиль самый дохлый который можем придумать вот нашего отечественного производства он заменит заменяет 65 лошадей колоссальный коэффициент производительности труда но один станок может заменять десятки сотни тысяч людей и так далее так что это конечно 3 индустриальная революция принесла фантастический прыжок и вот вместе с ним двадцатый век перенес человека из деревни экосистемы природы натурального человека в город экосистему машин вот благодаря такому прыжку в производительности труда благосостояния человека в течение одного лишь поколения практически у всех снабдила человека колоссальным комплексом благ которых раньше он и не мечтал это совсем другое питание это совсем другое качество жизни кровь у каждого над головой автомобиль путешествие совершенно другой образ жизни но ментально этот человек не оторвался от представлений предшествующих поколений то есть принципе жил примерно так как и мыслил как как и раньше а вот 21 век вместе с цифровой революции с этой четверкой индустриальной революции во первых он перенес человечество в пространство мегаполисов небоскребов по сути в экосистему цифровых коммуникаций и вот это изменение в плане производительности труда не было таким колоссальным компьютер не принес взрыва производительности труда но зато цифровая революция произвела трансформацию ментальности того как мы мыслим и это собственно ключевое сегодня это даже не изменение мировоззрения что мы верим одно или другое важнее не то что мы мыслим а то как мы мыслим а мы мыслим иначе вспомните слоган одной из ведущих технологических компаний apple ты не different это о том же мы мыслим так как мы коммуницируем а коммуницируем так как мы живем и тысячелетия мы общались друг другом подобными в телесном обычном мире посредством чувственно эмоциональных контакт и вот то что мы называем текст и будем много сегодня говорить об этом они пришли к человеку как фиксация его живой коммуникации как абстракции реальных слов и отношений это всего лишь дополнительная некая функция от нашего живого общения двадцатый век превратил производство текстов в индустрию книги образование сми и удаленная передача информации основывалась прежде всего на печатных текстах и вот пришел пришла цифровая революция основе которого число число это тоже текст обратите на это внимание и цифровой текст 20 21 веке проник сегодня уже во все поры коммуникации стал определять и бытовую коммуникацию в том числе объем текстовых данных колоссально увеличивается каждые два года увеличивается в два раза это вот по закону мура ну в частности мы видим с вами что трафик текстовых мессенджеров превысил уже сегодня трафик соц сетей а соответственно социальные сети тоже не так давно превысили практически остальной интернет вот на картиночке отражено соотношение реальные с 2009 года до нынешнего года объем цифровых данных увеличился в 55 раз и если вот это все переводить числа то это колоссальные величины 333 миллиарда запросов google день это два с половиной миллиарда единиц контента в фейсбуке почти три миллиарда лайков хранится на серверах айти гигантов общем это можно только озвучивать но понимать это вот уже воображение очень сложно ну и соответственно вот в этом контексте текста цифровой текст становится основой коммуникации именно он генерирует остальную коммуникацию вот что такое гипертекст когда мы используем это слово то есть это вот текст растущий и определяющий все остальные информационные итерации и вот как пример я наблюдаю в жизни молодой человек поколение за этом он уже не умеет просто набрать телефон и поговорить с кем-то он в первую очередь напишет ему текст вот сопи и потом продолжит общение то есть гипертекст это бытование текста в цифровой форме где он не знает барьеров и можно может спокойно перетекать в разные формы в том числе и видео из из одного из одного инструмента в другой из одной формы в другую вот это вот свойство такое легкое мы с вами к нему уже привыкли в общем-то раньше текст мог поместиться только на бумагу практически и сложно было еще куда-то его включить если только высечь на камень вот сегодня он получил такой вот гибкость и способность перетекать и трансформироваться а интернет тоже понятие нашего сегодняшнего вебинара это одна из сред бытовых бытования гипертекста то есть именно в интернете вот гипертекст развернулся и стал таким заметным явлением вот в частности волк white б веб это одно из проявлений гипермедии то есть та идея которая из тех текст превратила в гипертекст когда он стал и визуальным и вездесущим и так далее интернет по сути это агрегатор гипермедия умеющий совмещать формат именно у нас научил этого делать сначала был текст вы помните 90-е годы потом появился звук в компьютерах потом пришло видео ну и наконец сегодня все это растворилась гипер медиа мне возразят сказав что сегодня текст находится наоборот в упадке новые медиа возвращает человека к визуальным и аудио льну форму и виде рост видео контента популярности всяких видео сервисов росте видео трафика и так далее да это так но вот здесь вот один из важных пунктов моей позиции это видео совсем не то что было раньше и что вообще мы под ним понимаем раньше было смотреть телевизор слушать радио это самостоятельные как каналы на которые там условно говоря мы настраивались которые существовали сами по себе а а вот сегодня видео и аудио контент это часть более широкой практики практики поиска и работы с информацией и видео в этом ключе практически никогда не появляется самостоятельно она является частью и продолжением неких текстовых сообщений элементом социальных сетей то есть в основе все равно остается текст как скелет гипермедия который и генерирует все остальные формы медиа обменов то есть гипермедия охватывает многообразие цифровых коммуникаций которые перетекают из одной формы другую поэтому мы используем здесь приставку гипер сверх ну как пример как произошла смерть газет в гипермедия да они переросли растворились по умерли как угодно можно сказать это был тоже некая эволюция хотя и болезненная произошло все просто просто текст статьи газете перестал быть набором обычной текстовой информации если вы возьмите посмотрите сегодня на интернет газету то есть вот некое продолжение образ газета то в ней вы найдете помимо текстовой статьи внутренние ссылки на аналогичные репортажи связанные темы фотоматериал по тем по теме ссылки на публикации в там соц сетях их медиа возможность поделиться этой информации появились окна видео информации на эту же тему вокруг множится форма рекламы то есть вы видите даже по картинке что текст статьи колоссальный изменился наполнился всеми всеми видами контента и статья в данном случае она лишь консолидирует вот эти информационные сообщения в разных медийных форматах соответственно и чтение этой статьи она уже не может происходить линейно она сканирует информацию вот красной линии примерно проведены маршруты наших глаз но если быть точнее как читаются тексты в этой среде гипертекста совсем иначе чем читались тексты в книге как вы помните они читались линейно и так книга и построена а вот как происходит чтение интернет статьи методом исследования айсканер то есть аппарата который следит за поведением зрачков вот вы видите этими точками как гуляет глаз пока он читает статью вот такие вот абсолютные прыжки но более схематично в правой части это тоже движение не по тексту а по сути дела от одних информационных объектов другим вот благодаря этому грандиозно повышается объем внимание которое распределяется человеком но меняется сам характер чтения читать такую статью практически невозможно как я уже сказал лучше слова использовать сканирование угадывание прыжки по заголовкам по смысловым каким-то ударам ну вот здесь это исследование низ норма можете повнимательнее познакомиться недавно кстати появилась вот и здесь я беру цитату людкой люди редко читают в интернете они гораздо чаще сканируют чем читают слова слова когда участники исследования начинали читать текст линейки линейные полностью они после спотыкались а цитату а цитату и отказываясь от чтения в пользу сканирования вот то есть это совершенно другая практика и другая тактика чтения и вот понятно что это не просто практика одна из многих а это одна из ключевых практик использования информации и как я стараюсь вот всегда своих выступлениях связать все это ведет к большим социальным последствиям то что мы называем сетевое сообщество это плод такого потребление информации такого устройства нашей коммуникации и почему потому что сети это соединение компьютеров а компьютеры это наши основные инструменты сегодня работы и жизни и когда мы говорим о сетевом обществе мы просто видим присутствие компьютерной логики в наших взаимоотношениях и она видно повсюду ну например соцсети но не только соцсети охватывают нашу коммуникацию но вообще вся коммуникация посредством телефонов менеджер мессенджеров других устройств имеет сетевой характер финансовые технологии то есть деньги которые мы обмениваемся они имеют ярко выраженную информационную и сетевую природу это такой вообще мотор сетевизации общества и превращение финансового рынка в ядро экономики что происходит сегодня делает вообще всю экономику сетевую структура потребление тоже это видно все более подчиняется сетевого принципа выигрывать в конкуренции те кто имеется сети торговые сети формы франчайзинга и другое мы с вами видим как прогрессирует и наступают вот эти сети вокруг нас само передвижение и усиление мобильности людей тоже делает общество сетевым поскольку все виды транспорта они по определению являются коммуникациями и сетевыми как я сказал мегаполисы и небоскребы это тоже яркое выражение символы сетевого общества коммуникации мегаполисе становится все теснее и интенсивнее если мы посмотрим на структуру небоскреба дату мы видим что это вот ячейки это прямо матрица настоящие это тоже сети ну и наконец мы сами индивиды мы все становимся все более независимыми а наши совместные связи друг другу все более слабые по сути дела сети как гласит классик теории сетей горфинки сети это слабые связи и вот все связанность увеличивается а силы связи ослабляется как пример семья которая все больше становится такой тем что что было свободным тоже соединением вот ну и вообще вот все это это начало оно большое воздействие этого самого сетевого начала психологии и социологии отношений имеет и в частности вот сети знакомства это как раз реальность современных форм отношений в общем по мере усиление информационного начала в нашей жизни наше поведение все более перестраивается с сетевым моделям потому что так живет информация так и начинаем действовать мы ну а теперь о границах интернета еще недавно казалось что экосистема интернета охватывает все пространство сетевых информационных коммуникаций конечно рост и прогрессия этого сетевого начала во многом связано с ростом проникновением интернета и основа этого успеха протокола tcp ip по которому действительно колоссальная объем трафика стал возрастать вот графики справа они демонстрируют и рост интернет пользователей и рост серверов и рост вообще трафика все это очень сильно и быстро возрастает и тем не менее сегодня формируется обнаруживается много самостоятельных сетевых экосистем ну во первых корпоративные сети это огромное море самостоятельных собственных островков и многие из них вообще не связаны с интернет мы знаем с вами защищенные сети больших крупных организаций или министерстве так далее там нельзя нет выхода в интернет до сих пор мессенджеры sms которые назвал тоже уже совершенно самостоятельный мир который целом и идейно и даже содержательно совершенно не связан с миром интернет соц сети по сути дела они выросли на основе интернет сайт сайтов но это уже тоже самостоятельный мир самостоятельная экосистема альтернативные маршруты информации и обмены это уже тоже не интернет и такие вещи например как deep интернет эта информация которая недоступна интернету который нельзя попасть вот этими общими протоколами и другие иные сети передачи данных они растут и множество то есть сети переросли интернет интернет правда все еще олицетворяет сегодня коммуникации но он уже далеко там к нему они не сводится по сути дела он объединяет сегодня только те коммуникации которые основаны на технической инфраструктуре вот вайла white web и системе поискового индексирования и доступ интернет доступен не всегда не везде и не вне всем вот интернет это конечно гипермедия но гипермедия это не интернет и вот теперь о содержательных информационных пределах интернета миф о том о свободном интернете это по сути дела миф 90-х годов мы с вами сегодня видим что это уже не так если в 90-е когда-то весь интернет был наполнен анонимными никами то сегодня по сути делала полностью перестроилась все 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 в интернете присутствует по именам и довольно легко не отслеживаются и если раньше интернет было пространство всяких там мелких хостингов и малого бизнеса то сегодня гигантская часть всего трафика вы тоже это прекрасно видите осуществляется монополистами владельцами генераторами сетей такие как фейсбук google яндекс и другие вот и не даром это как раз новую нашу эпоху вместо галактики гутенберга называют галактикой цукенберга но тем не менее все не так однозначно информационном пространстве есть и такое начало на принцип антисетевой антиконкурентной вот на рисунке отражено как формируются наши обычные сети благодаря пространственному распределению в каждом новом пространстве можно вот эту точку роутер ставить и она так сказать порождает свою под под сеть ну например магнит магазин магнит вот они распределились по всей стране примерно такому принципу охватывая все новые новые области людей но вот если у вас нет пространственного распределения если пространство можно пренебречь то есть все как бы находится на одной поляне то этот принцип распределения не работает и тогда возникает на этом пространстве работает совсем другой принцип формирования концентрированных сетей то есть все соединения стремятся к одной точке к одному роутеру и тот кто побеждает в конкуренции он легко побеждает тот кто растет легко побеждает конкурентов потому что здесь вот не спрячешься что вызывать здесь все конкурируют такой единой в войне поэтому и возникли вот эти самые гиганты которые вот заняли вот это место центрального роутера и очень сложные редко если возникает несколько роутеров ну вот допустим феномен амазона гигантский самый богатый сегодня компании до возникла из простого книжного интернет-магазина вот так она разрослась и просто рядом и особенно его уникальность этого ситуации в том что книги же очень разнообразны мы магазинов книжных оффлайн не счесть а вот например западном основном книжном пространстве работает только один магазин amazon он там его трафик продаж чуть ли не половину всех продаж книг составляет в том числе электронных ну он стал того же гипермаркетом рядом с ним появился alibaba который тоже как-то может сопоставим ну вот два или соцсети facebook вконтакте instagram их тоже там 23 вся конкуренция которая может возникнуть на почве концентрированных сетей открытый интернет это тоже не в 90-х годов потому что интернет отражает коммуникацию общества в нем столько же истины сколько и в общественной коммуникации а в общественной коммуникации наиболее активны приверженцы специфических интересов там но те которые много выступают как говорится наиболее влиятельные поставщики рекламы например и если доминирование власть еще не так сильно присутствует как например в печатных сми но она уже заметно обозначилась потому возьмем россию это же мы здесь видим монополисты российской интернет экосистемы яндекс мэйл которые управляемы и от них никакой оппозиционности не жди вот пока еще в той мере в какой интернет остается мне системным избегает общественного регулирования он остается прибежищем альтернативных сообществ это там различные секты там теории заговора суицидальные сообщества ну вы знаете что там можно найти все но так скажем с одной стороны это временно да а с другой это и показывает что интернет является площадкой схватки различных идеологических интересов и сил которые туда допущены это к вопросу об истине в интернете и соответственно интернет как источник знаний это тоже миф 90-х годов но если вообще такой миф существовал потому что может ли интернет обучать это примерно ответ будет примерно такой же как если задать а могут ли обучать газеты обучать могут только информационные ресурсы которые создаются для обучения в том же интернете если они создаются не для обучения то использовать для этого их скорее грех чем благо вот те большинство ресурсов интернета и которые они создаются для генерации трафика рекламы они черпают информацию пиратским образом и вот в первом случае они становятся просто конъюнктурными во втором случае паразитарными в общем чудес и какого-то очага просвещения я бы призвал здесь не искать а в целом уже сегодня становится понятно что интернет требует такого же общественного регулирования как любая общественная коммуникация сама по себе и чем больше интернет набирает обороты и контент тем более очевидны вот эта потребность тем больше там будет информационного мусора ну и как пример если мы идем я бы хотел обратиться к википедии обращаю внимание что мы большие друзья википедии и в девятнадцатом году мы получили вики премию в россии вот мы павел юрьевич получает ее торжественно на вручении вот дело в том что википедия это один из символов новой информационной викиномики которая реализовала совершенно новые принципы подхода к работе с информацией за что мы и ценим как раз интернет и все это это принципы коллаборативных коллаборативных фильтраций сообщества волонтеров краудфандинга вот то что и создает вот этот огромный рост контента и конечно проект википедии имеет символическое значение аналогичное другому проекту энциклопедия гидро 17 века которая по сути дела задала многие контуры информационного мира нового времени нашей цивилизации вот та цивилизации которую мы назвали галактикой цукерберг вот она задается так скажем википедия и вот что мы видим википедия убила цивилизацию энциклопедии дедро до преемственниками той энциклопедии скажем сегодня были британика про гаусс глобальные проекты вот сегодня эти проекта остались существовать вы можете найти зайти на их сайт это по сути дела локальные школьные проекты для школьников то есть интернет благодаря википедии убил энциклопедическую отрасль и ну есть много всяких здесь попыток вот но брэ например большая российская энциклопедия сегодня приобрела новое дыхание это административный проект который просто дали деньги а так по сути дела в использовании такой вот справочной информации появилась новая реальность сначала человек смотрит википедию а если не находит там нужной информации википедии обращается к специальному справочнику то есть создав глобальную коллективную энциклопедию википедия поставила под сомнение энциклопедию как жанр как целевой издательский проект то есть она заслонила проглотила все все остальное любой любой другой справочный продукт он локальный ограниченные ресурсы а главное ограниченные в аудитории никакой справочник не может конкурировать в доступе с аудиторией википедии по сути дела аудитории интернета и как я сказал википедия это некое отражение саморегулирующейся общественной коммуникации создать статьи здесь создаются только если есть интерес сообщества если у кого-то есть воля желание создавать статьи у него есть фильтры которые защищают от произвола там и уже от частных интересов в целом сообщество википедии честно и она ставит задачу создать настоящую энциклопедию знаний лучше удалить информацию чем допустить ложь и тем не менее вот даже такой подход он не мотивирует глубине и википедии как вы знаете далеко не идеально но основная претензия который является к википедии что она не точно но я бы не на этот аспект напирал на других она достаточно точно вот например после спада хайпа первых десяти лет редакторское сообщество википедии как я наблюдаю не растет то есть вот те кто поддерживает энтузиазм своим это как у всяких волонтеров всегда истощающиеся силы сегодня есть завтра нет и еще более важно коллаборативный информационный ресурс и он вообще отучивает платить за информацию переводит всю информацию все информационные ресурсы формат популярный но это в общем основная есть основная болячка интернета в нем все превращается в такие популярные доступные для всех ресурсов которые создает неизвестно кто то есть казус википедии отражает общей ситуации с информацией в интернет которая достаточно качественно и очень действительно объемно превосходя по ресурсам авторские издательские проекта отдельные локальные да но она вот этой попсой заслоняет все и друг вот из своей коллаборативной природы и отучивает платить за информацию обесценивает информационную работу ну и как пример просто несуразности википедии приведу вот две статьи из моей области как раз коммуникативной философии две статьи российском советском на философе да теодор ильич ойзерман это лицо советской философии он практически сколько советском союзе столько ему было не так давно умер очень много прожил колоссальное число написал текстов вот но я рискну предположить что уже наверно может его никто и не помнит и не знает вот потому что для мировой философии он никто но статья по нему достаточно внушительно она там несколько экранов составляет и вот другая фигура современник нашего озермана никлас луман надеюсь что вы слышали это имя потому что это великий социолог философ 20 века без его знаний без знания лумана ну социолог не является сегодня социологом но он очень сложный для восприятия для работы и вот написать статью о нем я вам скажу это могут всего несколько человек нашей стране вот если они не оказались среди редакторов или волонтеров википедии то не видать википедии никогда о нем статьи и вот вы видите вся статья о никласе лумана вот причем большая часть это биография и буквально один маленький абзац о всем творческом наследии вот откройте немецкую википедию вы там увидите в десятки если не сотни раз больше вот это пример того что может наш коллаборативный автор и уже обобщая вот то что формируется на основе этого принципа на принципа само формирующихся информационных ресурсов потому что весь интернет скажем так в базе своей формируется на основе именно этого принципа викиномики в 20 это платформа агрегаторы пользовательского контента такая таких как youtube имеют а вы другие гиганты это торренты сейчас их меньше но это же гигантские объемы информации это различные творческие платформы где сами авторы публикуют себя платформы самые сдаты и так далее эта платформа открытого доступа вот ученых статей это площадки различные продвижения когда например репозиторию университетов выкладывать или сайты рефератов то есть очень много все 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 вот это море свободного контента ну примерно эту природу имеет эту природу вот и что еще важно отличие вот этого вот публикационного пространства в нем пользователь становится публикатором читатель становится автором слушатель становится лектором то есть меняются своими предпривычными ролями все становится наоборот и конечно же мы здесь видим совершенно новые качества креативной индустрии создавать стали все формируется рынок авторов когда автор платит за то что его читает а не читатель автор как 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 это было столетиями и вот в этом пространстве коммуникативной центральной фигуры я бы назвал блогер он становится центром персонализированных сетевых коммуникаций которые все больше доминирует под наш по отношению к информационным рынкам ведь я здесь противопоставил сетевые коммуникации и информационные рынки и соответственно вот когда все становится всем возникает конфликт между моделями профессионализма и любительства потому что отличить действительно стало сложно среди блогеров очень много специалистов которые получили профессиональные знания и прекрасно там это делают и очень сложно отличить вот таких вот профессионалов и любителей целом это имеет следствие того что профессиональные информационные рынки сжимаются если не сказать умирают они не умирают да но они действительно отступают как рынки перед вот этим сетевой формой информационного обмена но в целом переливанию такому переливанию контента мы кстати вот в этом переливании и узнаем черты гипермедия этому в какой-то степени препятствуют и границы авторских прав например другие инструменты защиты рынков и до поры до времени но но интернет развиваясь игнорируют их до поры до времени там не обращают внимание на авторских прав с другой стороны концепция авторских прав становится гибче и она адаптируется под новые реальности гипермедии в общем гипермедии интернет постепенно перемалывает под под себя профессиональные информационные рынки и те чахнут и слабым вот собственно это одно из таких предупреждений которые я бы и хотел обозначить гипермедия разрушает рынке обмена знаний компетенции превращая их коллаборации и благодаря тому что гипермедия растет становится вездесущный тотальный гипермедия становится как бы воздухом новой цивилизации а здоровых не надо платить то есть он условия вообще нашего существования и тем не менее информация не есть здание здесь нужно провести границу ну и вот описывая жизнь и развитие гипермедия в нашей цивилизации несколько аспектов первых вопросе о видео текст или видео то что я как бы обозначил что основы гипермедии является гипертекст как модулирующие начала но вы мне возразите что сейчас как раз растет трафик видео и весь трафик который вот в таком колоссальном объеме нарастает это прежде всего трафик видео вот он на графике видно соотношение как насколько он превалирует это очень интересный феномен апофеоз визуальности и происходит он потому что цифра по и позволила воспроизводить сообщение аудио визуальной формы сообщение эмоционального восприятия раньше это было невозможно воспроизводить удаленно можно было только тексты столетиями то есть письменность это было она могла воспроизводить только тексты только слова только смысла вот гипермедия позволила создать письменность нашего бытового бытовой коммуникации видео видео общения вот отсюда и растет фантастическая динамика роста визуального трафика это освоение нового пространства вот когда-то но я думаю прекратится но соотношение будет также как нашей жизни то есть мы с вами в основном говорим и видим они пишем и уже сегодня мы видим что популярность визуального контента видео изображения не сопоставима с текстом когда я смотрю популярность каких-нибудь и роликов и сравниваю с книгами это меня конечно ужасает мы издаем книги уже по модели print on demand от одного экземпляра и нам и заказывает там по одному несколько экземпляров а средний тираж книжки книги у нас 50 процентов книг стране ниже 500 экземпляров вот вы прекрасно знаете что заходя в youtube и глядя на цифры популярных роликов там легко растет от сотен тысяч миллионам если вы зайдете на какой испаноязычный англоязычный или там китайский ресурс то там уже легко вы найдете десятки сотни миллионов обращений вот то есть но это конечно для книги колоссально вот и тем не менее что я бы хотел сказать видео но я уже немножко повторяюсь это не то что мы видим видео в данном контексте это сообщение видео это всего лишь формат гипермедия и источник видео потока как я сказал текст потому что текст оформляет наше мышление он определяет форму виде сообщения то есть он как некий скелета прячется внутри и генерирует смысл и вот этих видео сообщений поэтому видео это просто гипертекст а что вот обратно что с книгой происходит ну в целом можно согласиться с евгением гришковцом с книгой можно прощаться но в каком смысле книга тоже является элементом гипермедия но элементом конечно не таким по силе и значимости как видео и вот для гипертекста книга стала слишком тесным слишком линейный не сетевой то есть это такой чуждый немножко элемент книга на самом деле отражает лишь несколько специфических коммуникационных функций которых она всегда и ценилась хранилище концепции метанарративов то есть каких-то больших текстов смысловых логичных по сути дела книга не нужна для жизни вот раньше она служила во многом еще для жизни этим благодарны и и распространение но в общем сейчас гипертекст нашел как как это воспроизводить и книгу уже для этих коммуникаций не нужны сообщение книги собственно не встречается в жизни и люди столетиями не умели читать и не очень страдали вот этот вот всплеск книги это по сути как я сказал несколько десятилетий третьей индустриальной цивилизации и в то же время книга как я не раз своих выступлениях подчеркиваю это лаборатория и носитель абстрактного мышления сконцентрировала в тексте других таких лабораторий нет если потерять книгу то мы потеряем абстрактное мышление и очень быстро по эволюции вернемся к тому облику из которого мы поднимались вставали на ноги вот и тем не менее информация по большому счету не нуждается в книге или нуждается не так как раньше и что очень важно книга не отражает процесс книга статично а вот информация гипертекст гипермедия они отражают процесс они отражают динамику онлайн и это мы еще с вами коснемся когда в учебном процессе поговорим то есть книга аста останется вишенки на информационной торте качестве книги знаний вот эта функция будет очень нужна всегда востребована но в остальном гипермедия найдет другие способы сообщения и наконец уже завершаю этот цикл что же интернет как мы видим книга как базовый информационный формат умерла 1 а вот интернет как базовый информационный формат умрет вторым и как вы видите в отличие от книги пальму первенства он держал только 10 лет глобальная архитектура интернета как глобализм как таковой как мы с вами сегодня видим это тоже лишь момент эволюции информационных процессов глобальный интернет он же этим самым и локальный он всего лишь своей отдельной функции глобален это частный случай и если говорить вот прогностические я считаю что перспективнее и перспективе интернет останется информационным местом для развлечения досуга рекламы заместив место сегодняшних сми да он будет наверное самый сильный из всех сетевых пространств и информационных обменов но это он будет всегда один из и есть одна особенность если без книги раньше существовали люди безграмотные то ныне без интернета будут существовать как раз люди грамотные и умные коммуникации элитарности не придет в интернет интернет не не для элит интернетом никто не гордится интернет не поставишь красивую на полочку интернет всегда был будет для масс это вот так сказать общее размышление как мне кажется чему нас научила пандемии ну и очень интересная страница в жизни нашей жизни и в формах существования гипермедия дала дистанционное обучение мне кажется здесь тоже можно какие-то сделать обобщение как появился гипертекст технологиях обучения но это же область думаю всем нам ближе я лишь слегка обобщу с чем мы столкнулись мы увидели на практике три подхода дистанционного обучения и первый основной массовый которые собственно всех и спас концепт говорящая голова это экспресс переход в онлайн посредством мэнам мессенджеров и платформ таких как зум и skype ну и в том числе ватсап вайберт и мэйл кто чем мог воспользоваться по сути дела то чем мы пользовались в быту мы перенесли на наши образовательные практики и это в общем и целом сработала ну с конечно с оговорками ну а с другой стороны ведь практически не произошло ничего нового и особого просто просто ну в сравнении с обычной очной ситуацией просто произошло разнесение ученика и учителя пространстве благодаря коммуникациям и учитель постарался точно так же преподавать ученику как это было и до этого это спасло наш учебный процесс но это и показало ограничение вообще онлайн обучение особенно такой формы сегодня очень очень много негатива все очень устали никто не хочет такого будущего но давайте все-таки скажем твердо что это не есть онлайн обучение это какое-то было экстренное экспресс спасение наших менеджеров конечно это тяжело и скучно для онлайн обучение был существовал другой формат часто он называется мука по сути дела это интерактивный курс а еще ближе по сути дела это иллюстрированная книга или иллюстрированный учебник он часто протекает совсем без человек это собственно онлайн контент который всегда можно открыть почитать и там тесты и так далее то есть эта концепция полной замены учебного процесса онлайн материалами и вот эта концепция гораздо меньше была востребована но прежде всего что создавать онлайн курсы это очень дорого дороже чем создать учебник это по сути дела специальный бизнес особая организация процесса то есть это экспресс не сделаешь и мы с вами знаем например по мукам что только пять процентов пользователей доходит до финала то есть там где нет учителя где нет процесса мотивация в самом материале она когда недостаточно нет дисциплины это тоже очень скучно мне кажется многие сошлись в мнении что ну более менее идеальная модель дистанционного обучения устраивающие всех это смешанное обучение предполагающая комбинацию процесса обучения и учебных материалов то есть и работа онлайн и уфлайн и само обучение и контент для него ну вот как пример популярная платформа нетология говорящая голова и снабженная интересными очень хорошо разработанными презентациями дополнительными материалами вот это все соединяется то есть и для того чтобы процесс учебный процесс был полноценным нужно некая статичная информационная основа вот независимая там от наших болезней от времени пространство вот именно ее предоставляет цифровые инструменты и живой учитель он по сути дела имеет поддержку видеть хитроактивных материалов вот так же как я с вами разговариваю но конечно вот презентация и для меня хорошая основа и для вас какие-то вещи понимать глубже может быть вернуться то есть мы должны понимать что и и для дистанционную и для любого учебного процесса необходимы цифровая площадка контентная с которой ведется вот этот вот процесс то есть и здесь конечно нужен текст просто более явно присутствует именно форме гипермедия они просто как у лектора произносятся воздух и улавливается студентами и я хотел бы обратить внимание вот именно в нашем вузовском учебном процессе на идеи которые давно отстаивая о единстве лмс и эбс лмс и бс это сегодня два типа платформ а по сути две стороны дистанционного обучения бс предоставляет контент материал и в этом плане для смешанного обучения для онлайн-курса он очень нужен лмс обеспечивает живое процесс обучения в том числе говорящую голову то есть это немножко просто другой полюс по сути дела вот это единство и бс и лмс цифровой среде транслирует тот концепт который раньше был связкой книга и учитель это его новая форма и соответственно и сегодня и бс должен как приемник контейнер учебного контента том числе в виде электронной книги должен быть способен быстро и эффективно создать площадку онлайн-курсов вот эта задача интеграции двух системы подходов она встала в частности и перед нами электронная библиотечная система университетской библиотеки онлайн вот в этот период пандемии и мы здесь разработали свои ноу-хау технологии которые помогают создать такую дистанционную площадку и объединить контент с процессом вот на картинке вы видите это вот некая идея объединения и очень важно понимать что гипермедия это не просто контент видео формат он подчеркивает что здесь коммуникация общение и не просто присутствует в тексте но в то же время и присутствует онлайн здесь вот этот переход не просто между формами контента да а по сути дела гипермедия способна перейти саму границу которая всегда отличала онлайн от оффлайн жизнь от статики когда сигнал транслируется это уже тоже электронная сигнал и вот здесь мы видим в этом случае говорящий головы и онлайн курсы мы видим что текст переходит не понял не просто в чтеца но переходит и в лектора и переходит мыслящий в живом времени интеллект но другими словами этот текст мог бы прочитать просто какой-то чтец да ну когда читает сам человек лектор автор а это немножко другое другая другое качество но это все жизнь и формы гипермедия таким образом гипермедия должно присутствовать и у этой модели должен работать наш учебный процесс потому что еще раз подчеркиваю мы так мыслим мы уже не умеем мыслить и жить по другому мы мы должны в пространстве обучения воспроизвести те формы общественные общественной коммуникации которые определяют сегодня нас и в остальных сферах вот но и в частности но и одна из проблем которые мы столкнулись что вот для таких форм дистанционных обучений преподаватели оказались неподготовлены а чтобы они были подготовлены у них должен быть свой онлайн курс как у многих есть свой учебник свои материалы вот для того чтобы это быстро компенсировать мы разработали услугу такую генератор онлайн курсов на основе рпд это позволяет создать площадку дистанционных активностей на основе нашей платформы мудл для своего предмета ну для тех у кого нету конечно у кого сложности в ее создании то есть это простой концепт самого такого примитивного базового онлайн курса него входит из рпд вот онлайн материал и там на нашей площадке лмс библиоклуб интегрированы в вебинарной комнате то есть из курса можно сразу переходить в и говорить вещать там содержится проверочные задания тесты соответственно соответственно в мудлу реализована система домашних заданий оценок учет успеваемости для управления руководства организации системы статистики управления классом курсом учебным процессом то есть простой но полноценный модель дистанционного обучения ну и главное что здесь мы вносим объединение информации из рпд и дополнительной информации из эбс из рпд сюда входит там методические цели структуру содержания курсы вопросы то что обычно есть в рпд в небольшом объеме и отталкиваясь от тематики мы добавляем обогащаем это информации из эбс то есть обогащаем тематическое содержание предмета добавляем вопросы по темам курсы тесты и оценочные вопросы из песочницы которые у нас есть большой интеграции с полными текстами обязательной литературой и соответственно бесшовный переход из эбс в мс открытые книги в окне моду и так далее очень много таких вот маленьких фишечек вот эту функцию мы реализуем на нашей платформе вы преподаватели могут спокойно приходить бесплатно создавать такие вот площадки ну могут организации приходить некую подписную небольшую арендную плату вот а можем это все реализовывать и на серверах учебной организации вот так вот это выглядит скорая цифровая помощь да вот занятия в общем обычный такой небольшой компактный курс который мы создаем с помощью наших специалистов и тем не менее это действительно вот полноценная дистанционная площадка удобная для не только вот для время эпидемии да ну и не в дальнейшем и всегда можно расширять наслаивать информацию уже развивать в том ключе которым удобно преподавателю ну вот в частности мы добавляем тестовые задания из песочницы который составляет 40 тысяч вопросов ну в общем вот об этой услуге все подвожу итоги того что я сказал обучение среде гипер меди это буквально тезисы которые мне кажется нам придется усвоить но кто-то может с ними не согласиться ну во первых в этом среде гипер меди я вам описал ее особенности мы уже живем никто оттуда убежать не сможет и в этой среде преподаватель больше никогда не останется в одиночке контент информации в той или иной форме будет его окружать книга в этой среде останется аутсайдером некой предельной крайней формы гипертекста но тем не менее необходимы как книга знаний форма учебника переформатируется в онлайн курс это будет такой повседневный режим смешанного обучения контент и процессы объединяться в едином ключе и смешанное обучение как я сказал то есть некая такая подкладочка это основной режим обучения в близкой перспективе подчеркиваю сильно он не не изменит не изменит то как это выглядит сегодня просто сегодня это более разбросанными не концептуально через учебник будет на какой-то цифровой площадке и соответственно электронной библиотечной системы как мы видим нашу миссию возьмут на себя некоторые существенные функции дистанционного обучения в частности в том виде которым я вам показал ну чтож на этом вот содержательное содержательное мы размышления завершились и вот еще важное объявление каждый год мы проводим конкурс вкр бифест и в этом году тоже проводим его в этом году среди наших партнеров добавился на икон а кроме этого обращаем внимание соорганизаторы антиплагиат журнал университетская книга ну и конечно мы университетская библиотека онлайн вот в прошлом году участвовали более 600 университетов приглашаем сегодня и ваших студентов пожалуйста разместить если можно информацию вот но я как обычно приглашаю вас чаще приходить к нам директ академию и хоть вот эти вот мероприятия у нас в этом году из-за эпидемии не состоялись но жизнь продолжается мы все вернемся в нормальное русло и все это и наше путешествие в страну знаний все вернется так но я отвечу сейчас на вопросы если они были так есть отличие экосистемы от просто системы ну скажем так система понять система это понятие относящиеся ко всем вообще сферам бытия система как связанное единство элементов и когда мы говорим экосистема мы предполагаем некую пространство жизненной целостности но дополняет другое ну совокупность систем взаимодействует друг другу но очень часто вот медийные и какие-то самодостаточные такие вот области называются экосистемы что делать если в б с нет нужного материала для конкретной дисциплины значит ваш подход лмс плюс и б с не полный ну б с тоже их много одна не может заменить все поэтому мэс же может соединяться с несколькими б с то есть эти вопросы будут с истории решены но потом обращаю вашему ваше внимание что те материалы в б с которых нет вот у нас мы не представляем каждый преподаватель может предоставить для своих студентов самостоятельно загрузить в своем личном кабинете и пользоваться то есть вот таким образом любой недостаток может быть вами решен так что такое рпд это уже профессиональная лексика наверно не всем здесь знакомо рабочие программы дисциплин то есть тот документ который сейчас как правило требуется в каждом вузе от преподавателя программа его дисциплины программа его курса достаточно стандартной форме вот ну думаю да большинство с ними знакомы так сейчас я пролистаю может быть еще так вот есть тут туристов является новой технологии так мы здесь уже такие обмены мнениями очень интересно когда у вас именно вопрос у вас коллеги то вывод в окошке вопрос а то практически не извлечешь электронные книги аудиокниги да это уже тоже достоинстве недостатки электронных книг но книги от этого стоит меньше не стали по-прежнему покупают ну кстати книги сейчас подороже будут мы будут всегда покупать они и я вам не говорил о смерти книги заметьте это все просто степени важности так после пандемии рейтинг и востребованность цифровых технологий резко упадет вы вместе дружно читать но я думаю будет такой тренд да всем это очень уже вот здесь вот но вы не повернете все равно цивилизацию потому что еще еще раз подчеркиваю моя мысль была гипер медиа это вот все информационное облако это вот весь объем информации книги уже нельзя питаться информации пользуясь только книгой это уже своего рода вид неграмотности так школы не оснащены не готова государства да да я считаю что критически такой тяготы вот этого времени они были очевидны особенно для школы разные функциональные ресурсы поток информации так википедии далеко для энциклопедии все правильно если дистанционный заочный будет теперь параллельно с очным то нужны электронные печатные другие ресурсы ну согласен да да согласен все ну что ж коллеги очень хорошо что вы да здесь по ходу обменивались реакциями это как раз тоже один из плюсов этого формата вот еще раз подчеркиваю я старался достаточно нейтральный взгляд не ничего я тут не прогнозировал скорее фиксировал то что у нас уже сегодня есть вот сильно не изменится просто уже изменилось очень много вот ну что ж очень рад и благодарен что вы пришли констатин николаевич буду на подождите пока не уходить подождите пока не уходите нас еще два интересных вопросов идет термин гипер медиа спрашивает ирина юрьевна баженова интересный вопрос не отвечу ну в общем то этот эти термины особенно гипертекст это уже такие расхожие достаточно давно гипер медиа реже используется ну вот не отошли спасибо и александр александрович андреев спрашивает чем отличается ваше предложение в москве с от аналогичного от библиотекой ну я да да соглашусь что юрайт очень много работает в этом направлении и мы здесь с ними вполне как раз связки но если вот конкретно чем по сути отличается юрайт претендует на то чтобы создавать самостоятельные онлайн курсы качественные полноценные но такие же как вот учебники готовы приходи и пользуйся вот мы стать делаем сейчас основу мы даем площадку и опираемся на то что у человека есть помогаем ему создать это какую-то основу как вот шашлычок на который он может потом шампур вернее на который он может насаживать уже самостоятельно шашлычок вот но думаю что у нас вполне таки сама миссия и намерение очень перекликаются и последний вопрос константин николаевич уже красив руководить учебными издательства и почему сертификаты платные вопрос почему сертификаты платные если если вас засчитана онлайн оплаты ну со второго вопроса да хоть и шутливый но серьезный онлайн оплата у нас осуществляется банками яндекс кассы системы она очень хорошо защищена это же совместно со сбербанком так что здесь не волнуйтесь все очень четко и надежно вот а по поводу платности сертификатов но здесь тоже тривиально это у нас учебный процесс и это форма оплаты финансирование этого нашего проекта в общем он уже сейчас де-факто как стандарта практически все примерно таком режиме используют вебинары если вы приходите просто послушать милости просим если вам нужен сертификат для каких-то там ваших целей в том числе там для отчетности но это уже у нас услуга она вот в этом олицетворяется вот ну надеюсь что так судя по откликам никто претензий не предъявляет видимо так сравнение сера сера этом а вот у них бесплатно но видите у многих почти у всех плата и потом у них это все-таки наверное у них их юрайт академия все-таки часть издательского процесса методического оснащения у нас уже директ академии как вы видели другое качество приобрело это уже самостоятельное проект учебные заведения можем так сказать в котором происходит но совершенно независимо от эбс учебный процесс и различные интересные темы вот так что думаю что мы здесь подальше продвинулись чем они очень очень приятно было услышать ответы на эти вопросы именно от вас как от руководителя это было услышать это на эти вопросы именно от вас как от руководителя большое спасибо вас случаем большое спасибо за интересное интересное дискуссию в чате не всегда бывает наверное тему Тема очень актуальна и зацепила, раз такие пошли. Наверное, тема очень актуальна и зацепила, раз такие пошли. Живые обсуждения в чате между участниками. Так что большое вам спасибо. Благодарю. Всего доброго.